Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, если будут какие-то вопросы, пишите, я, конечно же, на них отвечу. Продолжение следует... Это именно про какую-то механику, которая бездушная. Я бы, наверное, так это охарактеризовала. Но так как у нас это слово узнаваемое, узнаваемое в наших кругах, да, что автономия – это жизнь без еды, без жидкости, в каких-то случаях без сна. Вот, поэтому именно так я это и озвучила, именно так я это и охарактеризовала. И у меня очень много приходит сообщений такого плана, что как же, можно ли автономить в квартире. Или это обязательно нужно делать на природе. Или обязательно нужно, чтобы тебя окружали такие же люди, как ты. Что для этого нужно? Вплоть до того, что там вот кто-то говорит, что там, если ты действительно автоном, ты никогда не сможешь жить в квартире, что это правда, неправда. И много-много всего, что я читаю в сообщениях, слушаю в звуковых каких-то, да, голосовых сообщениях. Я бы, наверное, это сказала так, что все мы разные, и нести всех под одну гребенку, конечно же, нельзя. И могу сказать, что когда я начинала, я жила в доме, да, я жила в доме, но когда моя практика началась, она началась у меня не из-за какого-то глобального познания себя, а именно потому, что по-другому я не могла. Я, у меня, у меня врач, вы не свердикт, да, что я через два месяца, меня уже не будет, и вы все об этом знаете, кто меня смотрит, конечно. Вот. И поэтому у меня другого выбора не было, и там не важно, где бы я жила, на природе, в квартире, еще что-то. Но я могу сказать, что очень четко я столкнулась с непониманием родственников, с непониманием родных, и если мы будем рассматривать с этой позиции, то, конечно же, если ты будешь где-то на природе, либо в какой-то среде единомышленников, тебе это будет проще. На природе почему проще? Потому что ты можешь уединиться куда-то, уйти куда-то, чтобы тебя особо там никто не видел. Когда ты варишься весь в одном и том же доме с теми людьми, которые абсолютно обычным образом жизни живут, да, обычным, это стационарным, стационарное питание, среднестатистическое, там, мессиоеды, может быть, вегетарианцы, веганы, это, наверное, уже ближе к пониманию. Но есть такие моменты, когда ты находишься в одном помещении с теми людьми, которые априори тебя не понимают. И, конечно же, с этой позиции это достаточно тяжело. И именно поэтому я, наверное, веду вот эти вот эфиры, рассказываю о своём опыте, рассказываю своё видение, как справиться с теми или иными состояниями, которые нас окружают, когда мы думаем, что нас не понимают родственники, когда мы думаем, что нас осуждают кто-либо, когда кто-то уже сформировал образ человека-автонома, как он должен выглядеть, и кто-то не подходит под его образ. И, значит, он тоже не подходит, значит, он лжёт. И у нас очень много всего происходит в нашей жизни того, что не касаемо нас. И только для этого, чтобы вы могли прийти к себе. Ведь приход к себе — это же ступеньки. Но, наверное, есть такие люди, которые раз, и вот у них пришло вот это вот осознание, пришло вот это вот просветление, пробуждение. Я не из тех людей. Я понимаю, что я с каждым разом опускаюсь всё глубже и глубже. И когда я, например, говорю человеку вот так-то и так-то, он мне говорит, я это знаю всё, я это всё проходил, я это всё прочувствовал, я это всё знаю. И для меня было такое непонимание сначала. Я думаю, ну как же так? Ты знаешь, и тогда задаёшь такие вопросы. Думаю, ты тогда врёшь. А сейчас я понимаю, нет, не врёт. Ни один человек не врёт. Он действительно это знает. Просто вот это вот знание каждый человек знает. Знает, что такое шар, что такое мяч, да? Но каждый в определённом, на определённом этапе своего, своей жизненной позиции, своего развития, своего познания себя, он опускается в это знание глубже, глубже и глубже. То есть со мной вот буквально вчера, сегодня произошли иные, другие сознания. И я не могу сказать, что я раньше их не знала. Я их знала. Но так как я сейчас погрузилась в них вот за эти вот два дня, это абсолютно про другое. Это настолько глубина, когда я понимаю, что ещё больше вопросов каких-то моментов, они просто отваливаются, они ни к чему. И когда я понимаю, что вот это вот осознание, где ты автономишь, это не про это. Мы же с вами, знаете, мы с вами сотканы из любви. Мы с вами сотканы из благости. И обратите внимание, что когда вы делаете какие-то хорошие поступки, вас прям разбирает такая гордость, да? А когда делаете что-то не по душе, не по душе, то тогда у вас где-то внутри, как бы вы себя не оправдывали, где-то внутри всё время щимит. И это именно потому, что вы уходите от себя, от своей сути. И чтобы прийти вот к этому состоянию, состоянию себя, оно может быть только любовью, благостью. Это нужно чётко осознавать, одну простую вещь, такую, это даже не осознавать. Осознавать мы с вами все это осознаём. Это через мгновение перепроживается. У кого-то оно может быть случиться после эфира, у кого-то через какое-то время, для кого-то сработает какой-то другой, иной триггер. И мы же, мы очень часто искусственно пытаемся вызвать в себе вот эту хорошесть, признание себя, нащупать вот свою вот эту вот тотальную любовь, нежность искусственным образом. Что такое искусственным образом? Это когда ты прощаешь кого-то. Это когда ты наслаждаешься кем-то. Тебе кажется, ой, такой вот он замечательный, такой хороший. Но ты никогда не можешь насладиться кем-то, если ты не насладился собой. А что такое насладиться собой, ребят? Ведь смотрите, у нас не бывает прощения. Мы не можем кого-то простить или принять. Это уже есть, это априори. А знаете, почему у нас никогда не получится кого-то простить? Потому что нам некого прощать. Это первый момент. И второй момент. Вы посмотрите, очень часто же идут такие вот дилеммы, да? А что первично? Тело или сознание? Душа, Дух? И много-много всего. И мы всё время пытаемся разделиться, выйти в медитациях из своего тела, ещё что-то. Но нам всегда показывают, нас всегда возвращают в тело и говорят, что ты можешь познать эту плотность через это тело. И мы, не осознавая того, что тело, тело — это я, никогда самого себя себя не прощает, ни при каких обстоятельствах. Никогда нет прощения, потому что нечего прощать. Мы просто не можем принять тотальную ответственность за себя, на самого себя. Мы всё время просим стихии нам помочь. Мы просим какого-то человека нам помочь. Мы просим кого-то через сознание. Но мы никогда не обращаемся к своему телу, которое никогда у нас не... Нет такого прощения у тела. У тела есть только результат того, что ты сделал. Что я имею в виду под прощением? Вот когда вы говорите, ой, у меня всё время срывы. Это же наказание. Это же наказание себя. Наказание себя, потому что ты не един. Почему могут быть срывы? Зачем они? Ведь каждый... Смотрите, возьмём, например... Ну, такое что-нибудь, чтобы прям было понятно-понятно, да. Возьмём, например, алкоголь. И человек, когда выпивает, его организм разрушается. И он может на каком-то этапе этого не чувствовать и не осознавать. Но это не говорит о том, что тело его в момент не наказало. Давайте так назовём, да? Это пока. Потом вы поймёте, о чём я говорю. То есть тело его в момент сразу же наказывает. Курильщик. Он может сразу же, когда курит, он может сразу же не осознать, что это разрушает его тело. Его мозг всё разрушает. Он себя может оправдывать, там ещё что-то делать, неважно. Но тело сразу даёт реакцию. Тело — это ты, мозг — это ты, твоё сознание — это ты. Ты сразу даёшь реакцию. То есть то, что ты её не осознал, что эта реакция мгновенная, это не говорит о том, что её нет. И так как мы в этом смысле себя простить никогда не можем, потому что не бывает такого словосочетания вообще, как прощение, кого мы можем простить? Мы всегда результат того, что мы делаем. Всегда, молниеносно, мгновенно, здесь и сейчас, мы всегда результат того, что мы делаем. Если ты не взял ответственность за своё питание, ты его тут же получишь. Это можно назвать эффектом накопления, что получишь через какое-то время. Ты через какое-то время осознаешь это, прочувствуешь в болевом критерии в каком-то, прочувствуешь ещё в чём-то. Но это всегда реакция. То есть ты всегда раз и в копилочку плываешь. Вот ты, например, там покурил, сейчас не осознал, тебе всё хорошо, ты покурил, но у тебя уже в копилочке раз. В следующий раз, раз, покурил, два. Потом ещё раз и всё. И вот такая вот стопка. И когда у тебя дойдёт до предела, ты это почувствуешь. Но это не говорит о том, что первый раз не запомнился. Оно отложилось, чтобы потом дать всплеск. Это касается абсолютно всего. Не бывает прощения, бывает ответственность, тотальная ответственность перед самим собой. Всё, что я делаю, это всё результат меня самого. Ни срывы, ни кто-то. Просто в определённый момент потерялась вот эта вот связь, когда говорят, мы боги. Что такое бог? Бог, он не молится другим богам. Бог, он не спрашивает совета у другого бога. Бог, он не делает ещё каких-то вещей. Он весь в себе, у него уже всё есть. Только он творец. Он творец всего. Творец своего храма. Творец своего мира. И когда вы придёте к этому пониманию, что я есть Бог, я есть Творец, не с чувства возвышенности, не с чувства важности, а с чувства ответственности за каждый момент, за каждое слово, за каждую каплю, за каждый кусочек, за каждую мысль, когда ты поймёшь, что ты ответственный, что ты сделал, что ты сказал, что ты подумал, это молниеносно, прямо здесь и сейчас даст результат, когда ты это осознаешь, тогда у тебя раскроется мир, в котором ты не захочешь плевать, гадить, либо передавать кому-то ответственность. Это твой мир, это твоё. И когда есть это осознание, тогда не будет ничего, чтобы тебе помешало, потому что здесь и сейчас сказанное, сделанное, подуманное, оно даёт тут же результат. А если ты его увидел через какое-то время, это просто твой уровень осознания, почему ты увидел через какое-то время. Потому что как только ты осознаёшься в моменте, в божественном моменте, ты понимаешь каждый момент здесь и сейчас. Ты никогда не будешь засовывать себе в рот то, что тебе не нужно здесь и сейчас, что тебе не нужна реакция твоего организма здесь и сейчас. Ты никогда не выпьешь что-либо, чтобы не прочувствовать здесь и сейчас. Ты не будешь мозгом оттягивать момент на потом, чтобы потом разобраться. Ты будешь всегда в здесь и сейчас, в моменте здесь и сейчас. Всегда. И тогда тебе не нужно будет, не нужно будет тогда срываться, кого-то прощать. За что тебе прощать? Ты разделился. Ты не он, кого ты захотел простить. Перед прощением всегда идёт какое-то действие, которое ты сделал. Которое ты сделал, испытывая, исследуя, наказывая себя по каким-то причинам, которые тебе изначально известны. Да, начали с одной темы немножечко, как я, как обычно, перескочила немножко в другую. Вот, поэтому, ребятки, когда мы говорим, где возможно автономить, в квартире, на природе, ещё где-то, это не от этого зависит. Конечно, конечно, я вам могу сказать, сейчас я живу в доме на берегу моря. Да, у меня до моря пять минут идти. Оно совсем рядышком. Я утром открываю шторки, я вижу море. Но это же не потому, что мне там проще автономить, просто потому, что когда ты понимаешь, кто ты есть, что ты есть, это жизнь, тебе хочется насладиться этой жизнью максимум. Ты не хочешь, чтобы тебя что-то скрывало, ты не хочешь, чтобы тебя что-то ограничило, ты не хочешь что-то ещё. Но когда это идёт изнутри, у тебя всё решается, как это сделать. Как сделать так, чтобы ты был счастлив вот в этом? Как сделать так, чтобы ты был счастлив вот в этом? У тебя всё решается внутри тебя. Сразу. По-другому не бывает. И именно поэтому, когда ты выходишь к самому себе, лучше, конечно, не через болезнь, как я, а через любовь к жизни. Я правда не встречала таких людей, которые просто из-за любопытства, из-за того, что вот они там хотят перейти на другой уровень, убрали свою жизнь на какой-то длительный срок. Длительный срок, я считаю, что это больше полугода еду и жидкость. Но, наверное, такие люди есть. Это просто я их не знаю. И тогда ты начинаешь приходить к себе. и тогда ты не ориентируешься на кого-то. Ты не можешь уже ориентироваться на кого-то. И тогда ты начинаешь расширять себя, свою любовь к себе, к себе через жизнь самого себя. Ты и есть эта жизнь. И тогда ты начинаешь делать те вещи, которые хочется тебе. И когда тебе что-то хочется, то редко бывает такое, что ты хочешь жить в бетонной коробке. она будет давить. И именно поэтому ты переезжаешь. Не потому, что ты перестал есть и пить, а потому, что у тебя другие осознания себя. Ты хочешь для себя уже того, что есть в этом мире. Этот же мир весь для тебя. Он же сотворён тобой, ты сотворён им. и это уже по-другому. Ребятки, если есть вопросы, то задавайте. Я с удовольствием отвечу. А если нет вопросов, то, конечно же, я ещё раз вам хочу напомнить, что у нас, по-моему, 3-го, 2-го или 3-го мая запускается марафон рождения аватара, где мы будем через себя учиться слушать наш мир. Через мир учиться слушать, что происходит в нашем организме. Ведь это самое ценное, что есть. Почему у нас работают так почки? А правда ли, что зубы вырастают новые? Я вам скажу, что правда. От чего зависит зрение? Где наша родовая память? Как сделать так, чтобы был тот или тот момент? И об этом, обо всём мы, конечно же, поговорим в марафоне рождения аватара, который уже совсем скоро стартует. Ну и, конечно же, очень скоро стартует у нас марафон по депривации сна. Если кто-то хочет углубиться, кто-то любит такие вот уже потаённые местечки, что происходит с нами во сне, что наше великолепное тело нам показывает во сне, куда можно ходить во сне, а правда ли это, или это всего лишь сон, который растворится? И об этом мы с вами поговорим, конечно же, в марафоне депривация сна. А вы, ребят, выбирайте, что вам интересно, и присоединяйтесь, и узнавайте себя, узнавайте себя со всех сторон, и чем больше вы узнаете себя, чем глубже вы будете опускаться, нырять в себя, тем глубже вы будете познавать свою божественную суть. И это будет уже не знание, это будет чувствование себя, а это абсолютно про другое. Если нет вопросов, то я с вами прощаюсь, но прощаюсь ненадолго. Кто хочет дольше побыть и в этом поле, поговорить о каких-то разных моментах, то жду вас на марафоне или на следующий эфир. Всех обняла. Продолжение следует...